Дорогие друзья, вы на канале Старый Бульвар и сегодня мы посетим монастырь в Латруне, Израиль. При въезде на территорию монастыря по правой стороне вас сразу встречают виноградники, достаточно большие и ухоженные. Монастырь вообще славится своим виноделием и производит достаточно неплохое вино, выращенное именно на вот этих вот виноградниках. Я нахожусь на въезде в Латрун, вот такие замечательные виноградники здесь, очень воодушевленное, прекрасное место. Всегда, когда сюда приезжаю, получаю большое удовольствие. Найдя виноградники, мы подходим к входу на саму территорию монастыря. Сам Латрунский монастырь Богородицы, основанный только в 1890 году, был основан орденом кармелитов. В наше время монастырь принадлежит ордену тропистов. Вообще монастырь, основанный в 1890 году, по меркам Израиля является достаточно молодым строением, потому что ему насчитывается всего около 100 чем-то лет, а это по меркам Израиля достаточно мало. Но в силу своего того, что в монастыре монахи дали обет молчание, там очень тихо, очень комфортно, очень интересная энергетика. И попадая туда, попадая туда, ощущаешь достаточно какую-то легкость и умиротворенность. Вообще, я несколько раз был на территории монастыря и без преувеличений могу сказать, что это является моим, наверное, одним из самых любимых мест в Израиле. И входя в сам монастырь, многие люди, даже не сильно верующие, не будучи сильно верующими людьми, и то получают очень большое удовольствие от архитектуры, от атмосферы и от этого состояния, которое ты там ощущаешь. Покатавшись по Израилю, в принципе, можно найти разные места и более древние, более красивые, но именно это притягивает лично меня какой-то своей энергетикой. В силу полного умиротворения, спокойствия и тишины, находясь там, ты очень сильно отдыхаешь. И ментально, и физически можно остаться без проблем, и не со своими мыслями. Выходя обратно из территории монастыря, рекомендую посетить монастырский магазинчик вина. Там очень разные виды, разные вкусы вина, которые производятся именно из виноградников самого монастыря и именно монахами. Интересный факт в том, что виноградная лоза была завезена на территорию монастыря еще Наполеоном I. Но сам монастырь был основан только спустя очень большое количество времени. Но при этом именно из этой, завезенной Наполеоном, лозы производят нынешнее вино, которое продается в этом магазине. Но это еще не все. Помимо самого монастыря, есть еще руины крепости Латрун, построенные в 1130 году, и является одним из первых замков-тамплиеров в Королевстве Иерусалима. И по одной из версий, именно название монастыря Латрун происходит от французского рыцарская крепость. Так вот, в Латруне, в самом монастыре я был несколько раз, но я никогда не был в этой крепости, поэтому мне самому стало интересно туда подняться, на тот холм. Но я не знал то, что туда идет туристическая тропа, поэтому пошел в обход, и моя дорога заняла намного больше времени, чем я рассчитывал, и намного больше сил. Но поднявшись туда наверх, я был очень впечатлен, увидев вид на монастырь из этого холма, увидев остатки этой крепости и увидев долину Алоян с высоты. Как я уже говорил, крепость была основана в 1130 году и являлась одним из первых замков-тамплиеров в Иерусалимском Королевстве. Однако в 1187 году Салахадин, захватив ее, приказал ее разобрать, в связи с тем, что Ричард Твиное Сердце собрал отряды крестоносцев, которые держали путь на Иерусалим через эту крепость. К сожалению, до наших дней дошли только руины этой крепости, но этого вполне достаточно, чтобы насладиться мощью этого строения и видой с него. С этой крепости открывается прекрасный вид на монастырь в Атрун и на долину Алоян. И поднявшись туда, вы точно не пожалеете. И, приехавши в монастырь и на руины крепости, вы получите уйму приятных эмоций и удовольствия. До скорой встречи!